Капканы в центре Киева, отдела Приватбанка и крупнейшая книжная ярмарка в Германии. Об этом и не только. Будем говорить в выпуске новостей. На UATV в студии работает Артем Бибик. Отвод украинских войск снова откладывается. Российские оккупанты вновь обстреляли Золотое в Луганской области, участок, где планируется разведение сил. Стреляли боевики прицельно, используя гранатометы и стрелковое оружие, сообщили в Министерстве обороны. Провоцировали украинских военных на ответный огонь и на Приморском рубеже. Там, в частности, под огонь попали защитники Павлополя и Новотроицкого. Всего с полуночи противник пять раз нарушил режим тишины. Среди украинских военных погибших и раненых нет. Разведение сил на востоке Украины обсудит трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе. Заседание проходит в Минске. Участники должны определить новую дату для отвода силы. Это одно из условий для проведения саммита в нормандском формате. Разведение сил в Петровском Золотом должно было начаться 7 октября, однако сорвалось из-за обстрелов боевиков. 87 капканов на Софийской площади в Киеве. Именно такое количество украинцев лишены свободы в тюрьмах аннексированного Крыма и соседней России. Каждому капкану прикрепили железную цепь с биркой с надписью «Сделано в Кремле». Столица стала одиннадцатым и завершающим городом, где провели тур в поддержку незаконно осужденных. На акции семьи политзаключенных и правозащитники рассказали, что сейчас происходит с их родными и на какую поддержку рассчитывают. Присоединились к акции и освобожденные узники Кремля. Среди них Олег Сенцов и Владимир Балух. Все желающие могли написать письмо или подписать открытку политзаключенным. Также работала информационная палатка, где раздавали тематические газеты с историями участников. Люди не собираются сдаваться, система продолжает работать дальше. Он в любое время может набрать еще заложников. И поэтому наша задача проводить такие акции, говорить каждый раз о них. «Для меня это важно, потому что там, за решеткой в России, находится мой сын. И я хожу на все акции, которые мне доступны, которые не только связаны с моим сыном. Он в заключении уже шестой год. Со слов консула, он держится. Мы также надеемся на обмен». «Приватбанк» выиграл апелляцию в Лондоне. Активы бывших владельцев на 2,5 миллиарда долларов остаются арестованными. Такое решение вынес суд Англии и Уэльса по делу против Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова. Суд удовлетворил жалобу «Приватбанка» по всем вопросам и полностью отменил решение, вынесенное судом в декабре прошлого года. Банк доказывал, что его бывшие владельцы, олигархи Коломойский и Боголюбов, вывели около 5,5 миллиардов долларов из финучреждения накануне национализации. Впоследствии Коломойский и Боголюбов подали апелляцию. Банк это решение обжаловал. «Приватбанк» национализировали в 2016 году. Встреча с Североатлантическим Советом НАТО состоится 30 и 31 октября в Украине. Об этом на пресс-конференции заявил вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба. По его словам, первый день представители Совета проведут в Одессе. Туда зайдут и три военных корабля НАТО, побывают гости и на кораблях военно-морских сил Украины. 31 октября представители НАТО приедут в Киев. Там встретятся с президентом Украины, премьер-министром и председателем Верховной Рады. Кулеба отметил, курс в НАТО и ЕС остается одним из самых важных для Украины. С ЕС мы работаем по очень простому принципу. Евросоюз стал таким, каким есть. Прежде всего, благодаря экономической интеграции государств-членов. Поэтому мы делаем все возможное, чтобы максимально экономически интегрироваться в ЕС и внедрить здесь, в Украине, понятные для наших европейских партнеров правила ведения бизнеса и стандартов жизни в целом. Бюджетные перелеты для украинцев. Авиалаукостер «Райнеер» расширяет присутствие в Украине. Об этом сообщили в Министерстве инфраструктуры. В следующем году компания планирует открыть 18 новых маршрутов. Всего в 2020-м их будет уже 43, включая первый международный рейс из Херсона в Краков. Как сообщил министр инфраструктуры Владислав Крикли, международный лоукостер планирует привлечь к развитию рынка внутренних перевозок. Для этого предложат льготы. Мы планируем наращивать и темпы, и процент авиаперемещений по модели лоукост. За пять лет мы планируем выйти на 60% пассажирских перелетов лоукостами. Для этого мы в ближайшее время предложим ликвидацию налога на добавленную стоимость на внутреннее авиаперемещение. Это уменьшит стоимость и будет стимулировать рынок. Наша цель – увеличить авиамобильность граждан в три раза – с 5 до 15%. 28 издателей будет представлены на 71-й франкфуртской книжной ярмарке. Она стартует в Германии, она крупнейшая в мире, проходит ежегодно в середине октября. Во Франкфурте работает корреспондентка UATV Юлия Крючкова. Юлия, добрый день. Расскажи детали, представляет ли в этом году что-то украинские литераторы, и какая общая тема франкфуртской ярмарки 2019 года? Здравствуйте, мы на самом деле официально украинский стенд на франкфуртской книжной ярмарке открывается завтра, но сегодня тут уже активно идет этап подготовки, поэтому мы готовы раскрыть перед вами некоторые секреты, которые подготовили украинские литераторы, украинские издатели, и также украинский институт книги, который активно участвовал в организации работы этого стенда. Вот сейчас мы можем видеть, как одно из издательств выкладывает книги на полки, уже они есть, некоторые издатели готовятся еще, так как стеллажи монтируются. Сейчас мы можем пойти дальше, и я покажу, что же интересного подготовили. Вот здесь на полках будут расположены книги издательств, их в этом году 28, это беспрецедентное количество, так как в прошлом году, например, их было в два раза меньше. И есть на стенде не только книги, конечно, но уже здесь работают такие интерактивные стенды, например, на этом стенде расположены полный рост украинские литераторы, и здесь же записаны их голоса, в которых они читают свои произведения, и каждый может подойти и послушать. И сегодня здесь вот появился, кроме всех прочих литераторов, которые были, например, на этом стенде в прошлом году, появился здесь Олег Сенцов. И, к счастью, он будет здесь участвовать не только в виде такого портрета, но и вживую. Самое интересное, что когда программа украинского стенда готовилась только, то Олег Сенцов еще находился в застенках Кремля, и планировалось, что во Франкфурте пройдет презентация переводов на немецкий язык его сборника рассказов, который называется «Жизнь». Но вот к тому времени, когда подошло время ярмарки, оказалось, что Олег сам сможет участвовать. И 18 числа мы, конечно же, будем на встрече с ним. И в этом году также другая тема на украинском стенде. Давайте послушаем, что о ней рассказала представительница Украинского института книги. Мы придумали новый дизайн. Наш дизайнер Андрей Линик разработал вот такой вот. Он выбрал тему «Выты на ног» в этом году. Ну и у нас новый, так сказать, девиз «Ukraine History of Stories». Мы хотели в этом дивизии открыть тему такой общей национальной памяти и таких маленьких историй, литературных и просто человеческих. Франкфуртская книжная ярмарка самая большая и самая старая в мире. Она проводится подряд уже 71 год. Но на самом деле первые книжные ярмарки здесь, во Франкфурте, проводились еще в позапрошлом веке. И каждый год организаторы выбирают главную тему. В этом году своим девизом они выбрали «Создай свою революцию». И сказали, что главная тема в этом году – это то, что литература заставляет людей менять жизнь, менять мир, что литература в последнее время очень часто затрагивает темы демократических ценностей, изменений климата и других вещей, которые важны и которые нужно менять и решать проблемы. И сегодня также здесь на Франкфуртской книжной ярмарке присутствовала на открытии, на пресс-конференции Ольга Токарчук. Это польская писательница с украинскими корнями, которая в этом году получила Нобелевскую премию по литературе. Она выступает как символ борьбы с политической властью и за демократические ценности в Польше, считается оппозиционной. И кроме этого, она говорит о том, что ее мультикультурность повлияла на нее и ее творчество. Давайте послушаем, что она рассказала сегодня на пресс-конференции. Польская литературная традиция тесно связана с мультикультурой, хотя это не так очевидно. Со стороны она кажется очень однородной, но это не так. На самом деле на нашей земле сплелись различные культуры, и одна из главных функций литературы – объединять разных людей. Всего в этом году в Франкфуртской книжной ярмарке будет участвовать 7,5 тысяч издательств и организаций, которые занимаются продвижением литературы в мире. Всего из 104 стран мира. Мы будем присутствовать, конечно же, на самых интересных событиях и рассказывать вам об этом в прямом эфире. Передаю слово тебе, коллега. Здорово, спасибо. Привози интересные книги в Киев, будем читать все редакции. Юлия Крючкова работает на 71-й франкфуртской книжной ярмарке. В Германии представлены книги украинских авторов. И только что стало известно, Верховный суд России оставил без изменений приговор Алексею Бессарабову и Владимиру Дудке, отклонив апелляцию адвокатов. Украинцева судили на 14 лет тюрьмы. Их ФСБ безосновательно обвинило в подготовке теракта в Севастополе. Подробнее в следующем выпуске. Это все, что успеваем рассказать на эту минуту. Больше новостей Украины и всего мира. Ищите на наших страницах в соцсетях и на сайте телеканала uatv.ua. Следующий выпуск с моей коллегой Дарьей Вершилинков. 17.00. Все самое важное на UATV не пропустите. Субтитры создавал DimaTorzok